Добрый день, уважаемые магистранты! Тема сегодняшней лекции – этапы процесса управления рисками. Рассмотрим следующие вопросы. Первый – процесс управления рисками на предприятии. Второй – методы управления рисками. И третий – основные способы, инструменты управления рисками. Процесс управления рисками на предприятии. Управление рисками на предприятии не может быть совокупностью моментных действий. В любом случае, это целый процесс направленных действий. Более того, процесс риск-менеджмента должен быть частью общего управления бизнесом для достижения результата. Как таковой, процесс управления рисками включает в себя определенный набор этапов. Следует учесть, что в практике эти этапы реализуются не обязательно в строгой последовательности, а могут выполняться параллельно. Общая схема риск-менеджмента представлена у вас сейчас на слайде. Прошу зарисовать ее. Как видим, на данном рисунке существует общая последовательность действий, отражающая логику процесса управления рисками, шиженной стрелки. Кроме этого, есть и обратные связи между этапами. То есть на любом из них можно вернуться на предыдущие. На последнем этапе, как мы далее видим, производится общая оценка и анализ произведенного процесса. Результаты этого этапа будут учтены при дальнейшей реализации каждого этапа процесса риска-менеджмента. Это показывают стрелки с правом. На третьем этапе принимается решение об используемых методах управления рисками, что может затребовать уточнение информации о рисках, которые проходят на первом этапе. Или определить схему процесса мониторинга. Пятый этап. Итак, такова логика последовательности реализации этапов управления риском на предприятии. Теперь рассмотрим каждый более подробно. Этап первый. Идентификация и анализ рисков. Под идентификацией рисков понимают выявление рисков и специфику, обусловленной природой и другими характерными частями рисков. Выделение особенностей их реализации, включая изучение размера экономического ущерба, а также изменение рисков по времени, степень взаимосвязи между ними и изучение факторов, влияющих на них. Этот процесс подразумевает определение следующих моментов. Источники неопределенности риска, последствия реализации риска, численное определение риска, взаимное влияние рисков друг на друга. На данном этапе, прежде всего, создается информационная база для реализации дальнейшего процесса управления рисками, сведения о риске и его последствиях, величине экономического ущерба, количественная оценка параметров риска. Дополнительно следует отметить, что идентификация и анализ риска не является единовременно выполняемым комплексом действий. Скорее представляет собой непрерывный процесс, осуществляемый на протяжении всего алгоритма риск-менеджмента. Простите. Второй этап. Это анализ лейтернатив управления риском. Существует целый набор разнообразных методов, позволяющих снизить степень риска и величину ущерба. На данном этапе эти методы рассматриваются, анализируются применительно к конкретной ситуации. То есть менеджер решает, как им можно снизить риск, потери в случае наступления рисковой ситуации, ищет источники покрытия этого ущерба. Сами по себе методы риск-менеджмента достаточно разнообразны. Это связано с неоднозначностью понятия риска и наличием большого числа критериев и классификации. Во-первых, подходы к управлению рисками можно сгруппировать, как методы минимизации негативного влияния неблагоприятных событий следующим образом. Дособытийные методы управления рисками и послесобытийные методы управления рисками. Определение данных рисков, представленного на слайде, прошло заинспектироваться. Дособытийные методы управления рисками, осуществляемые заблаговременно, осуществляемые заблаговременно мероприятия, направленные на изменение существующих параметров риска, вероятность наступления, размеры ущерба. Сюда можно отнести методы трансформации рисков, которые связаны в основном с препятствием реализации риска. Обычно эти методы ассоциируются с проведением превентивных мероприятий и послесобытийные методы управления рисками, осуществляемые после наступления ущерба и направленные на ликвидацию последствий. Эти методы направлены на формирование финансовых источников, используемых для покрытия ущерба. В основном это методы финансового риска. Послесобытийные и дособытийные методы объединяются в общем направлении методом компенсации. Классификация методов управления рисками представлена у вас на слайде. Пожалуйста, зарисуйте. Продолжение следует... Методы управления рисками можно разделить на 4 группы. Это методы уклонения от риска, методы локализации риска, методы диссипации риска, методы компенсации риска. Методы уклонения от риска предполагают исключение рисковых ситуаций из бизнеса, избегание сделок с ненадежными партнерами, клиентами, отказ от услуг неизвестных и сомнительных фирм, отказываться от инновационных и инвестиционных проектов, если те вызывают хоть малейшую неуверенность в успешной реализации. Если руководство решает использовать в качестве уклонения страхования, то необходима разработка комплексной программы защиты, а не единичное обращение в страховую фирму. Если у предприятия не хватает средств для комплексно-страховой защиты, необходимо выделить те риски, реализации которых связаны с наибольшими потерями, и застраховать именно их. Метод локализации риска применяется только, когда можно четко идентифицировать источники риска. Наиболее опасные участки производственного процесса локализуются и над ними устанавливается контроль, снижается уровень финансового риска. Подобный метод используют крупные компании для внедрения инновационных проектов, освоения новых видов продукции. В самых простых случаях для локализации риска создается специализированное подразделение в структуре компании, которая осуществляет реализацию проекта. Методы эстисипации рассеивания риска представляют собой более гибкие инструменты управления. Один из них связан с распределением риска между стратегическими партнерами. В качестве партнеров могут выступать как другие предприятия, так и физические лица. Здесь могут создаваться акционерные общества, финансово-промышленные группы. Предприятия могут вступить в консорциумы, ассоциации, концерны. Объединение предприятий в одной или другую группу носит название интеграции. Выделяю четыре основных вида интеграции. Они представлены у вас на слайде, я прошу вас их заинспектировать. Обратная интеграция предполагает объединение с поставщиками. Прямая интеграция подразумевает объединение с подсредниками, образующие дистрибьюторскую сеть по сбуду продукции предприятий. Горизентальная интеграция предполагает объединение с конкурентами. Обычно такие ассоциации создаются с целью согласования ценовой политики к разграничению зон хозяйствования каких-либо совместных действий. Вертикальная интеграция – это объединение организаций, осуществляющих разные виды деятельности для достижения совместных стратегических целей. Другая разновидность методов дисципации риска – это диверсификация, подразумевает увеличение разнообразия видов деятельности, рынков сбыта или каналов поставок. Диверсификация закупок – это увеличение количества поставщиков, что позволяет ослабить зависимость предприятия от конкретного поставщика. Дисципация риска при формировании инвестиционного портфеля предполагает реализацию одновременно нескольких проектов, характеризующихся небольшой капиталоемкостью. Это можно назвать диссерфикацией инвестиций. Методы компенсации риска также представлены у вас на слайде. Это стратегическое планирование. Второе – прогнозирование внешнеэкономической обстановки. Третье – активно целенаправленный маркетинг. Четвертое – мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды. Пятое – создание системы резервов. И шестое – привлечение внешних ресурсов. Прошу вас законспектировать. Прошу вас. 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 Для снижения при внутренних предпринимательских рисках предприятие должно проверять потенциальных партнеров по бизнесу и тщательно подбирать кадры. Американские предприниматели часто практикуют правила 5С – модели для проверки визитоспособности партнеров. 1. Проверяется личность заемщика, его репутация, степень ответственности. 2. Финансовые возможности, способность погасить взятую суду за счет текущих поступлений или средств от реализации активов. 3. Имущество, величина и структура активного капитала, обеспечение вид и стоимость активов, предлагаемых в качестве залога. 5. Общие условия – это общее экономическое состроение и другие факторы. 3. Основные способы и инструменты управления рисками. Оценка рыночных, кредитных и прочих видов риска является необходимым условием для принятия рациональных решений по управлению выявленными рисками. 4. Главное правило управления – инвестировать средства только в том случае, если ожидаемая доходность, прибыль выше, чем стоимость капитала плюс надбавка за риск. 5. Несмотря на отраслевую специфику, в большинстве секторов экономики используются во многом сходные механизмы снижения рисков, которые сводятся к следующим основным способам управления рисками. Это страхование, резервирование, хеджирование, распределение, диверсификация и избежание, то есть отказ от связанного с риском проекта или минимизация консервативной управлениями активами и пассивами. Давайте теперь разберем каждое. Страхование. По своей природе страхование является формой предварительного резервирования ресурсов, предназначенных для компенсации ущерба от ожидаемого проявления различных рисков. Экономическая сущность страхования заключается в создании резервного страхового фонда, отчисления в которых для отдельного страхователя устанавливаются на уровне значительно меньше сумм ожидаемого убытка и как следствие страхового возмещения. Таким образом, страхование есть по существу передача определенных рисков от страхователя к страховщику страховой компании. Страхование или полное резервирование как таковые не ставит своей целью уменьшение вероятности проявления риска, а нацелены преимущественно на возмещение материального ущерба от проявления риска. Таким образом, страхование основано на затерминистском подходе к возможным рискам, которые рассматриваются как данность, которые очень сложно, если вообще возможно, управлять. Этот подход лежит в основе регулирования рисков банковской деятельности со стороны государства. В то же время страхование рисков обязательно предполагает проведение определенных мероприятий по снижению вероятности наступления их страховых событий, которые, однако, далеко не всегда достигают желаемой цели. Для страхования подходят массовые виды риска, которым подвержены многие организации или индивиды, проявления которых не сильно коррелированы между собой, а вероятности проявления которых известны с высокой степенью точности. Из взмотренных выше финансовых рисков в наибольшей степени этим требованиям удовлетворяет кредитный риск, поэтому страхование заемщика своих обязательств в пользу кредитора становится все более распространенной формой обеспечения и возвратности суд и является обязательным условием, например, при предоставлении ипотечных кредитов. Для уменьшения степени риска применяется резервирование запасов и планирование действий участников хозяйственной деятельности на случай тех или иных изменений в условии его реализации. Создание резерва на покрытие непредвиденных расходов представляет собой один из способов управления рисками, предусматривающими установление соотношений между потенциальными рисками, влияющими на стоимость активов и размеров расходов, необходимых для преодоления сбоев в выполнении инвестиционного проекта. Проект считается эффективным и устойчивым, если во всех предполагаемых ситуациях неблагоприятные последствия, вызванные изменением тех или иных условий реализации проекта, могут быть устранены за счет созданных запасов резервов или их последствия могут быть возмещены страховыми компаниями. Хеджирование представляет собой форму страхования от возможных потерь путем заключения уравновешивающей сделки переноса риска изменения цены с одного лица на другой. Хеджирование предназначено для снижения возможных потерь вложений вследствие рыночного риска и реже кредитного. Как и в случае страхования, хеджирование требует отвлечения дополнительных ресурсов. Совершение хеджирования предполагает полное исключение возможности получения какой-либо прибыли или убытка по данной позиции за счет открытия противоположной или компенсирующей позиции. Подобная двойная гарантия как от прибыли, так и от убытков отличает совершенное хеджирование от классического страхования. Хеджирование рыночных рисков осуществляется путем проведения забалансовых операций с производственными финансовыми инструментами, форвардами, фьючерсами, опционами и другими. В последние годы появились инструменты хеджирования кредитных рисков, которым относят, например, кредитные свопы. Качественное распределение рисков подразумевает принятие решений участниками проекта с учетом организационно-технического потенциала фирмы и формы его присутствия на рынке по расширению числа потенциальных инвесторов. Диверсификация также является одним из способов уменьшения совокупной подтвержденности риска путем распределения вложений или обстоятельств. По диверсификации понимается размещение финансовых средств более чем один вид активов, цены или доходности, которых слабо корректированы, корректированы между собой. Обратная форма диверсификации является привлечение средств из различных слабо зависящих друг от друга источников. Сущность диверсификации состоит в снижении максимально возможных потерь за одно событие, однако при этом одновременно возрастает количество видов рисков, которые необходимо контролировать. Диверсификация является одним из наиболее популярных механизмов стержения рыночных и кредитных рисков при формировании портфеля финансовых активов, портфелей, банковских суд и пассивов соответственно. Следует помнить, что диверсификация эффективна только для уменьшения не систематического риска. Для уменьшения систематического риска необходимы другие методы и способы. Также мы говорили, что управление активами и пассивами также является способом минимизирования риска. Этот метод нацелен на регулирование подверженности рисками в процессе самой деятельности, в отличие от хеджирования, основанной на нейтрализации риска. Очевидно, динамическое управление активами и пассивами предполагает наличие оперативной и эффективно действующей обратной связи между центром принятия решений и объектом управления. Управление активами и пассивами наиболее широко применяется в банковской практике для контроля за рыночными, главным образом валютными и процентными рисками. Однако следует отметить, что все меры по оценке анализу, учету, управлению, снижению и оптимизации рисков, как правило, требуют от участников проекта дополнительных затрат, которые должны учитываться при определении экономической эффективности инвестиций в той или иной финансовый актив. За последние годы в отрасли были разработаны специальные механизмы управления рисками. Проведенный анализ позволил объединить подходы к управлению рисками в 4 группы и выделить их в рамках каждой из групп инструмента риска менеджмента. Подходы к управлению рисками представлены у вас на слайде, прошу их зарисовать. Наиболее распространенным инструментом риск менеджмента является система ограничений, лимитов, позволяющих существенно повысить уровень финансовой безопасности. Суть лимитирования состоит в ограничении подверженности сознательно принимаемому риску определенной величиной. Если речь идет, предположим, об управлении собственной позицией по портфелю финансовых инструментов, то в этом случае возможно установление лимитов на объем портфеля, структуру портфеля в разрезе рынков, инструментов, имитентов, максимальный размер убытков, как по портфелю в целом, так и по отдельным бумагам. Аналитическая работа как базовый инструмент минимизации рисков позволяет снизить степень определенности, которая всегда сопровождает принятие решений в рыночной среде. Принятие решений при наличии более полной и точной модели происходящих процессов будет более взвешенным, грамотным, а значит наименее рискованным. Необходимо подчеркнуть, что построение эффективной системы управления рисками в компании возможно только с применением всех описанных инструментов совокупности. Существует также ряд неформализируемых методов минимизации рисков, понимаемых как процессы, косвенно воздействующих на качество организации риск-менеджмента и управления компанией в целом. К таким методам можно отнести повышение эффективности использования кадрового потенциала, оптимизация организационной структуры, степень инновационности организации. Прошу вас прочесть и законспектировать. Прошу вас. 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 Возможность маневрирования при управлении риском предполагает предотвращение риска, уклонение от риска, сокращение времени нахождения в опасных зонах, сознательное и неосознанное принятие риска, тублирование операций, объектов или ресурсов, сокращение опасного поведения, сокращение величины потенциальных и фактических потерь, распределение риска, разокупление риска, разнос экспозиции в пространстве и во времени, изоляция опасных синергетических факторов друг от друга, перенос страховой и нестраховой трансфер риска на других агентов, сокращение величины риска и сокращение экспозиции. Управление рисками имеет финансовый, юридический, статический, страховой, отраслевой и организационные аспекты. Финансовый аспект деловых рисков это угроза доходу, структуре собственности и капиталу, другими словами угроза устойчивости благосостояния. Юридический аспект, виновность, единопразие, претенденты, совместимость, контрактность, все это должно быть определено рамками закона. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.